За тепло в своих квартирах мы часто говорим спасибо энергетикам. Однако за это самое спасибо ремонт оборудования не сделаешь и не пополнишь запасы топлива. Сегодня в нашем городе больше 90% многоквартирных домов получают тепло и горячую воду от Бийской ТЭЦ. И при этом далеко не все считают нужным платить за потребленные услуги. Категория абонентов абсолютно разнообразна. Это просто злостные неплательщики, это люди попавшие в трудную ситуацию жизненную. Ну и также не секрет, что в наших должниках есть и довольно-таки обеспеченные люди. Но все-таки правовые инструменты довольно успешно помогают бороться и с этой категорией абонентов. Потому что арестовываются дорогостоящие автомобили, арестовываются нежилые помещения. И это обеспечивает погашение задолженности в кратчайшие сроки. 22 миллиона рублей. Именно столько задолжали горожане теплоэнергетикам по итогам этого отопительного сезона. Для производителей тепла сумма большая. На эти средства, к примеру, можно закупить около 160 вагонов угля. Такого количества хватит, чтобы давать горячую воду и отапливать весь Бийск на протяжении недели. Борьба с должниками – это одно из основных направлений деятельности теплосбытового подразделения сибирско-генерирующей компании в городе Бийске. Так, только по итогам прошлого года сотрудниками предприятия оформлено больше 4000 заявлений в суд о взыскании средств за отопление и горячее водоснабжение на общую сумму больше 65 миллионов рублей. Досудебно урегулировать вопрос все-таки можно, но некоторые абоненты доводят до того, что только принудительно взыскиваем с ними. Все-таки рекомендуем как-то решать вопрос в досудебном порядке, обращаться к нам в офис компании. Именно с этим вопросом мы готовы пойти навстречу, мы готовы провести диалог и как-то урегулировать, не принимая крайних мер. А крайние меры – это запрет на выезд за пределы страны, наложение ареста на имущество, автомобили, счета. Кроме того, если у вас есть долги, то готовьтесь к тому, что их будут удерживать из вашей заработной платы. В общем, негативных последствий много, поэтому лучше не затягивать. А самый верный способ – заплатить за тепло и горячую воду вовремя. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни. Субтитры создавал DimaTorzok